друзья всем привет мы сегодня открываем сезон мы сегодня на рыбалке у нас правда весна в этом году задержалась у нас еще до сих пор листья даже не распустились зеленые уже 3 июня снег только что недавно только сошел воды очень много стало вот сейчас в лесу возле реки короче вот это вот что это как пойма все залито вот и сегодня я буду мы будем с андрюха устанавливать палатку фирмы берег это как бы не палатка это вообще как брал баню но убрал вообще в качестве палатки в этом году я уже на весновке и устанавливал в мае месяце мы конечно там немножко неправильно ее не с первого раза собрали не пера неправильно мы его поставили вот пришлось заново разбирать каркас и обратно все там раскручивать ну в принципе сам процесс думаю сейчас вам покажу как и устанавливать уже опыт есть так тут есть дополнительные ремни такие с клипсами но мы их их применял мы его вот так вот по снегу тащили чтоб ну как бы сил чтобы не тратить самое тяжелое да как там каркас это вот целый целый мешок железных прутьев прутьев вот остальное так уже легко легко здесь легкой осталось самое что хорошее в этом это делают берег качественные именно чехлы у них у всех качественные толстые очень вместительные и получается водонепроницаемые самое главное это сделать основной каркас получается пола найти основной каркас и поставить основные дуги это вперед и зад вот и остальное будем сейчас устанавливать поперечины пол идет вот квадратный такой вот сразу идет его раскладываешь вот так вот квадратом идет и получается загибаешь дуги здесь барашки есть фиксирующих вот и так далее вот каждую надо вот сейчас дуги установить а потом уже будем устанавливать вот вот такие вот отсюда вот поперечины когда прошлый раз собирали прикол бы в общем вот эти вот надо было в одну сторону то есть загибать если не в ту сторону загнешь она просто будет как углами вот и первый раз мы так собрали неправильно пришлось заново разбирать ну чё начнем ну вот мы натянули одному не получится надо все равно вдвоем потому что одному может быть можно поставить ну блин не очень удобно будет вот и остается нам изнутри в общем такие липучки мощный по всему периметру надо будет поставить вернее по это прили залепить то есть зафиксировать саму палатку вот такие вот здесь полно здесь по углам ну в общем снизу по бокам можно здесь привязать сверху нету основная часть идет вот по низу сейчас будем заниматься этим то есть прилепим и на растяжки поставьте и дверь еще поставить два входа это будет у нас задний выход аварийный это основная основной будет вход здесь будет еще дверь стоять вот и еще у нас получается под печку у нас здесь две трубы под две печки под две трубы ну получается два это будет допустим у нас как считается вообще вот эта вся часть здесь еще застегивается переборка в комплекте идет вот это будет парилка я еще не испытывал ее парилка ставится печка сюда и у здесь предбанник можно столик поставить поставить печку вторую мне кажется две печки это будет излишко лишнее да но здесь дверь такая вот с москитной сеткой двойной замок то есть вышел окунулся там где-то в речке или озере если рядом поставили и все ну полов нету она без полов идет вот ну я отдельно покупал полы но не от нее конечно ну есть можно что-нибудь подобрать для этой палатки вот дальше здесь ну как бы окошко проветриваемая снизу снизу здесь вот когда печку устанавливаете чтоб тяга была здесь сетка идет вот и здесь под печку с комплекте идут колышки еще растяжки что-то там еще не помню надо посмотреть ну как бы замки вообще офигенный кстати хорошо сделано какие да сейчас поставим потом покажу мы уже натянули изнутри все прилепили можно вот так пользоваться расстегивать ну с двери будет мне кажется дверью будет намного проще не тянуться постоянно сейчас покажу утром не будет никого до чтобы раз и все чтобы не не жужжать замками вот короче вот так вот как как щит а как видите этот есть меч мель меча нет в левом возьми этот спиннинг бензопилу да ахас бензопилу который не хочет работать заразу очень нормально как щит смотри ну да легкий и пробиваешь и был бы эффективный короче такая дверь таки очень эффективно нам остается ее прилипть мало на липе получается получается вот на этих то липучках у пашках такая есть дверь и палатки у п есть минус один чтобы налипать ну зимой снег а летом грязь это аккуратно по всему периметру выше самый этот угол ну да опять же в одного дверь тоже неудобно ставить надо придерживать тот край короче палатками для одну для себя ты баре такую нибудь делать и в обыкновенной палатке баре примешь для коллектива это для большой компании завтра компания правда баня и будет париться а в печи печки то нет есть такой вебаста нагреть это для грейдинг до утра но нет и пока хорошую пока новые смотрят что они через сезон скажем все так вот так а здесь же все ночью что-то должно быть чтобы она ее она лишь как-то лежит в наклоне 2 а вот там суды там резиночки вот эти вот натяжные вот эти сюда вкручиваешь вот эти вот тогда она будет четко эти точки колышки колышки вот так вот делаешь юбку ну правда единством так она не все у них принцип работы у всех такой готова ну заняло это ну не знаю наверно если вдвоем ну где-то если прям без передышек где-то полчаса наверно займет вот это все дело установить ну как я и говорю что я уже ее испытывал мы ездили на весновку у нас было холодно где-то минус 5 но у нас работала в палатке не печка работала и баста на солярке и она работала этого и баста в пол в пол силы и для четверых человек в такой палатке без пола хватало земля была мерзлая мы спали на раскладушках вообще тема тепло никто не замерзну правда в спальниках еще спали ну естественно природе всегда спишь в спальниках когда прохладно палатка меня полностью удовлетворила тема хорошая места много я отлично встаю в полный рост андрюха у меня напарник он ну как бы прямо вот так вот немножко забивает конечно для среднего роста это палатка вообще тема длина у нее 4 метра и ширина сколько два метра кстати друзья это не реклама нифига я просто для теста тестирую вот ну может быть может быть чуть-чуть рекламы мне за это конечно платить не будут вот но я как бы доволен такой палатка тема хорошая сидели в дождь в ливень прям в ливень такой сильный был прям как из ведра прошел но она немножко как бы не держит немножко не держала вот капельки собирались но они не капали если рукой так вот проведешь капли будут падать ну а целый день лил дождь такой мелкий она не промокала только сильную дождь пойдет она начнет немножко протекать но не сильно не сильно ну походу только пока что она новая вот повесил органайзер а вот еще карманчик прикольно большой такой 1 1 2 3 4 5 5 карманов 6 основной ну и в комплекте колышки мы уже установили комплект идут короче два окна таких вот вот сюда и вот сюда вот ставится прилепляется чтоб светло было в бане дополнительно веревка липучки запасные вот еще одна веревка так инструкция по установке вот тут разные версии нарисованы так что еще и так заплатки ведут заплатки дополнительные барашки с гайками с маленькими болтиками крепления для ремня даже ключ есть шестигранный ключик вот что там еще ну все даже а вот 33 матка веревки 3 1 я чуть-чуть этот использовал для растяжки хорошая комплектация отдельный карман в чехле чтобы ничего не потерять все будет храниться вот здесь вот ну и вот это вот а вот органайзер и чего нашел я думал нет органайзер вот органайзер еще получается с кармашками вот здесь вот под телефоны под зарядки и большой карман для вообще классно еще вот допустим мне кажется можно даже под патроны куда патроны вместятся и здесь идет короче вот подвесные липучки и этот каркасная ну в общем палочка здесь стал чехол с этими колышками и еще одна штука вот это раздел разделитель комнаты но получается для бани от ее туда в центр по центру застегиваешь вот и как бы ставишь стенку все теперь максимально рассказал что в ней входит вот ну еще еще один прикол отражающие отражающим материал когда фонариком светишь они очень сильно отражают прям капец сильно палатку видно издалека светишь они прям свет видно что ну как бы палатка стоит все мы установили наконец-то ну и находимся как я говорил мы на рыбалке сегодня сейчас сейчас будем качать лодку вот такие вот разливы классные мы в лесу смотреть как расположились классно вообще природа офигенная мы 80 километров от города тишь да гладь сегодня попробуем половить окуня надеюсь еще и щука попадется мы посмотрим мы не загадываем главное что выбрались на природу сегодня у нас погода офигенно сегодня тепло ветра нету завтра еще жарче будет сегодня где-то плюс 10 пока что завтра что обещают плюс 18 где-то так на солнце пока все устраивает вот наш лагерь у нас Neredл ей у меня там вот это по-надо мы ну а и 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 and Субтитры создавал DimaTorzok